В армянской армии продолжают скрывать факты смерти, в результате чего происходят такие инциденты, как происшествия в Мегри, доказывающие полное отсутствие контроля Армянский правозащитник Арман Татаян сообщил, что защита прав человека в армии ведется в трех направлениях, на этапе призыва до начала воинской службы, в период воинской службы и по завершении службы Однако армянское общество обеспокоено отсутствием прозрачности и контроля в армии Армия должна быть открыта для гражданского общества, общественность должна знать о происходящем там В закрытых для общества структурах процветают коррупция, взяточничество и халатность Мы убедились в этом во время апрельских боев 2016 года, сказала член инициативной группы, армия в действительности, правозащитница Зараова Нисян в интервью армянским средствам массовой информации Другая правозащитница Жанна Александр также посетовала, что им все еще не удалось запустить механизм общественного контроля в армии и в качестве примера привела инциденты в воинской части в Мегри По ее словам, детали инцидентов и виновники произошедшего все еще держатся в тайне Александр подчеркнул, что Минобороны Армении полностью перекрыло информационный поток и распространяет дезинформацию Она отметила, что руководство министерства до сих пор не посетило эту воинскую часть и не предоставило никакой информации о закрытой встрече с Пашиняном В армянской армии продолжают скрывать факты смерти, в результате чего происходят такие инциденты, как происшествия в Мегри, доказывающие полное отсутствие контроля, отметила Александр